Знакомство. Читает автор Сергей Нагорный. Появились первые репродукторы. Радио. В детстве маме интересно было узнать, где же спрятались в этом репродукторе дикторы, дядя и тётя. Когда взрослые ушли на работу, она поставила табурет, чтобы достать до динамика. Поиски ни к чему не привели. Дядя и тётя замолчали. Приёмник был раскурочен. Когда пришли взрослые, ей досталось на орехи. И родная мама моей мамы умерла, и в доме появилась мачка. Был случай, когда мама заболела, перестала есть, объявила всем, что у неё рак. На что баба Поля ответила, дурак. Отварила курицу и заставила съесть маму. Рака как не бывало. Бабушка была волевая, твёрдая по характеру и ругала за ошибки. Она давала не раз мудрые советы, наставляла всех на путь истины. Когда маме исполнилось шестнадцать, она пошла на работу, и там познакомилась с отцом. Он стал ухаживать и послал сватов. Они наперебой расхваливали отца, мол, не пьёт, не курит, работящий, гармонист, песни поёт, танцует. Если бы старшие знали, какие маму ждут муки и испытания, то вряд ли благословили бы такой союз. Батя купил мотоцикл и решил хвастануть перед всеми. Он уговорил маму прокатиться с ветерком на природу. Но ветерок был короткий. На полпути колесо пробилось. И батя катил угрюмо тяжёлый мотоцикл вдоль обочины Дархоги. И мама шла следом. «Ну что, спустил?» Кричали с изделкой водители проезжающего транспорта. А-а-а! Продолжение следует...